Всем привет, я Анна Оськина и сегодня уменьшаю полимерную глину. Обычно все свои волшебные уменьшения я делаю именно из нее. А сегодня и сами брусочки с фимогелем станут вот такими малютками. Ведь вы уже давно просите меня сделать такую миниатюру. Ставь лайк, если нравятся мои идеи, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы начинаем. Мне понадобится полимерная глина разных цветов. Отрываю кусочек большой полимерной глины и разминаю его, чтобы он стал мягким и пластичным. А затем раскатываю в тонкий пласт толщиной примерно 2 миллиметра. Теперь беру длинненький шурупчик, кладу на пласт, надавливаю и прокатываю до конца. И из этой полосатой фактуры я вырезаю квадратик. Можно даже несколько, которые будут похожи на настоящую полимерную глину. С обратной стороны я делаю углубление плоской стороной лезвия, чтобы разделить этот квадрат пополам, как на настоящих кусочках фима. Чтобы сделать фима профессионал, нужно взять кусочек потолще, либо сложить 2 тонких кусочков полимерной глины. Беру шурупчик, надавливаю и раскатываю до конца пласта. По полоскам вырезаю квадратики, переворачиваю на обратную сторону и делаю углубление прямо посередине. В результате я сделала вот столько квадратиков и отправляю их запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. А пока делаю упаковку. Распечатываю этикетки брусочков и очень аккуратно вырезаю по контуру. У меня получаются вот такие маленькие детальки. Итак, смотрю на большую настоящую пачку, как она выглядит и стараюсь повторить точно такую же в миниатюре. Беру красный квадратик и наклеиваю на него бумажную этикетку. Да, разворачивать эту пластику мы не будем. Получается уже похоже, но нам нужен еще и целлофан. С этим справится обычный прозрачный скотч. Отрезаю небольшой кусочек, накладываю на обклеенной бумажной этикеткой квадратик и заворачиваю. Лишний скотч отрезаю. Получается будто бы квадратик в какой-то прозрачной трубочке. Беру плоскогубцы и зажимаю края упаковки сверху и снизу брусочка. Лишний скотч отрезаю и у меня получается упакованная полимерная глина FIMO. Точно таким же образом делаю и другие кусочки. У меня получается FIMO софт и FIMO профессионал. Чтобы сделать FIMO гель мне понадобится полупрозрачная и оранжевая полимерная глина. Беру кусочек полупрозрачного цвета, катаю его в шарик, а шарик в цилиндр. Надо чтобы края у него получились округлые. Беру деревянную зубочистку, откусываю небольшой кусочек. И то место где я откусила, то есть толстое, подтачиваю, чтобы оно стало тонким. Этот подточенный край вставляю в мой полупрозрачный цилиндр. Беру маленький кусочек прозрачного цвета, катаю в шарик. Делаю там небольшое отверстие зубочисткой. Чуть-чуть катаю по поверхности, чтобы оно было похоже на колпачок. И насаживаю колпачок на будущий FIMO гель. По краям этого колпачка нужно сделать зазубринки. Это очень удобно делать обратной стороной тонкого лезвия. Теперь беру кусочек оранжевого цвета, катаю его в шарик, шарик в капельку. Делаю там небольшое отверстие и насаживаю этот колпачок на зубочистку. Обратной стороной лезвия делаю засечки на этом колпачке и небольшое отверстие сверху. И отправляю запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. Распечатанную этикетку я накладываю на скотч и аккуратненько вырезаю по контуру. Прежде чем наклеивать можно загнуть на обратной стороне кисточки. Либо на любом другом цилиндрическом инструменте. Достаю баночку геля из духовки. Отрезаю нижнюю часть, чтобы он ровно стоял. И наклеиваю этикетку. Намазываю клей и приклеиваю к баночке. Как вы видите баночка немножко изменила цвет, это проявился ее эффект. И вуаля! Набор миниатюрной полимерной глины для вашего творчества. Или для творчества каких-то маленьких-маленьких человечков готов. Можно сделать целую композицию, как например ваши куклы творят что-то из полимерной глины, что-то лепят. Мне кажется, что это классная идея. А для кукольных фотосессий это вообще очень круто. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. Ссылку на этикетки вы найдете под этим видео. Я их разместила в моей группе ВКонтакте. Так что скачивайте, распечатывайте и творите. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новых встреч и в моих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...